Ещё запишу. Обязательно. Вот пока не стёрлась память, пока не ушло куда-то, не сместилось, я вот что хочу сказать. Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах нельзя быть просителем. Это плебейская черта, что ставит человека в загон, как овцу. Почему? Потому что это твоя жизнь. Ты набираешься опыта, знаний, умений, навыков и должен на основе этого выстраивать свою жизнь сообразно своим желаниям. Значит, нельзя выражать своё желание как запрос. В просительном тоне, когда это касается тебя лично, твоей судьбы, твоего здоровья, всего, что связано с тобой. Значит ли это, что люди наглые, самоуверенные, которые говорят и поступают, как гол забивают в ворота, пробиваются везде. Да, чаще всего именно так. У них нет комплексов. Что такое комплекс? Возьмите лист бумаги и скомкайте его. Вот этот вот сжёванный кусок бумаги и есть комплекс внутри человека. У вас поле, как лист бумаги, поле вашей деятельности, поле ваших желаний должно быть понятно вам полностью. Вот когда мы рисуем игру «Морской бой» на таком листочке в клеточку, тщательно прорисовывая и восстанавливая свои корабли, не сворачивая с пути, пробуя менять эмоции, то есть подход к своей ситуации, с одной стороны, с другой стороны. Вы сами должны в первую очередь с собой, для себя, внутри себя, снаружи, как угодно, вынося в этот мир, внешний мир, своё желание так, чтобы оно вам чётко было понятно. Ведь, по большому счёту, зубрить не надо ничего. Если человек чего-то не понимает, он не оттого не понимает этого, что плохо учится, он не знает ситуации. Вот возьми ему, разложи по полочкам. Когда вот мы салат делаем, да, вот готовая тарелка, а вот детали, по которым мы это готовим. Вот когда ты это раскладываешь, показываешь, объясняешь, вот тогда человек может повторить. Главное, чтобы у него это легло чётким пониманием. И ещё не надо бояться ошибок. Вот сегодня, к примеру, ты заложил внутри себя вот такой образ своего намерения, желания, который ты можешь прокрутить со всех сторон. Ну, к примеру, красное пальто. Вот к примеру. Вот ты его хочешь. На сумму не смотри. Ты его одеваешь, прикидываешь. Куда ты в нём пойдёшь? Как ты себя в нём будешь чувствовать? Это важно, это эмоции. И вот когда у тебя всё внутри торжествует, от твоего намерения обладать этой вещью, у тебя всё в жизни сложится к тому, что ты получишь, неважно каким образом, за деньги деньги придут, и опять-таки неважно каким образом, и ты сможешь приобрести, иметь, носить это пальто. может быть, когда ты его уже будешь затаскивать, скажешь, да, и модель-то не та, и цвет-то не тот, но это будет потом, это будет опыт. Но всё это до создания важно. Каждый раз, пусть даже мы ошибаемся, мы учимся создавать. Собственно, а почему мы тут находимся-то все? для чего мы тут находимся? Для получения опыта создавать и понимать вот эти свои намерения, из чего они стоят. Вот какие у тебя намерения, собственно, тем ты и наполнен, чтобы понять, какой мир свой ты можешь выстроить. вот это важно. Я ещё заметила, опять-таки, это к слову, наверное, или не к слову. Я сегодня болтливая. Целый день был такой, какой-то заверший, я ещё подумала, какая-то безнадёга. Что-то оно у меня стоит, ни туда, ни сюда. Ну, должно какой-то прорыв быть. Вот пока я не закончила расписывать этой женщине в личку, это как курсовую я ей писала, буквально. Вот я выписалась, выложила, а по сути-то я это делала для себя. Неважно, воспользуется она этим, не воспользуется. Я это делала для себя, чтобы своей памяти это обновить, это ещё раз увидеть со всех сторон, и поставить виртуально, как бы, как голограмму, чтобы понять, как с этим можно работать. У нас у каждого есть нечто вот такое своё, я уже сказала, оно как космосе в нас внутри, где-то там по закоулкам, как это, да, по закоулкам, крутится, вертится, одна частичка, вторая болтается, а вот, когда мы это соединяем и получаем, о, да это инструмент, да с этим инструментом работать можно, в первую очередь кому? себе. Себе. Всё, что мы делаем, мы делаем в первую очередь для себя. Я сегодня ещё такой интересный случай вспомнила. я была ещё девчонкой, которая ничего не понимала, по-моему, подростка, и я как-то подслушала. Мама кому-то рассказывала, что находила какой-то бабки, а бабка, значит, она ей говорит, твой муж от тебя уйдёт, ну, уйдёт, это значит, не к кому-то, а и жить не уйдёт. И это будет тот момент, когда твоя дочь приведёт военного в дом. О, как. Вот, я тогда не понимала этого, но у меня так это шарахнуло, вот, ну, как сказать, шокировало, наверное. Вот. Я периодически смотрела на отца, ну, ещё молодого человека, и думала, как это, вот он ездит, и как это, вот, он куда-то ведёт. А моя мама везла и сказала ему, что вот я ходила к бабке-то, а она вот так вот про тебя сказала. Что это было? Она сказала у него, у человека, верящего, не верящего, ведь в те годы как бы к этому относились-то. Это как программа внутри села. Именно программа. Потом, значит, я забыла об этом, и вот как-то я встречалась со знакомым, ну, познакомилась. Я его привожу, вернее, пригласила в дом, а он возьми и приди в рабочую одежду, одежде, хочет сказать, спицовке, в шинели, а у него рабочая одежда, прапорщик. Я потом узнал-то. Именно шинель. И вот папа-то мой приходит с работы, а в коридоре висит шинель, так называемая. Что включилось внутри человека? Программа. Именно программа. Сейчас бы, вот понимая это, я бы сказала, когда мама сказала ему, она застолбила нечто, как программу, которая у него засела, а потом включилась. То есть, даже если бы к нам в дом пришел сантехник, да, в шинели, ну, мало ли, включилась бы. То есть, программу можно переигрывать. так, что я здесь написала? Так, 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 так. Вот, ты-ты-ты, секунду, я читаю. Читаю. Так. Что я тут написала? Мне фин показалось очень, мне это важно было. так, так, так. Я к чему начала? К тому, что человек гадает. Он как бы у какого-то другого человека, у которого не пойми то уж какая жизнь. как тот думает, как тот живет. И вот человек идет у него, уточняет свою судьбу, веряя ему и удачу свою, и здоровье в том числе. Это каким должен быть взвешенным мысленно, но на каком уровне, насколько гармоничным должен быть внутри себя вот этот вот человек, которому идет этот уточнять. А может он по дуре ему зафигачит вот это вот, шинель в доме появится и все. Вот чем дело. Не надо идти к человеку получить вот такое вот нехорошее, потому что потом ты от этого не избавишься. А если еще такое сознание слабое, если ты в себе не уверен, ты будешь помнить постоянно вот эту заложенную программу, как я говорю, или про человека, что человек действительно приходит сюда с внутренними программами, которые самораспаковываются по мере того, как человек получает тот или иной опыт, навыки, умения. Вот. Так что нельзя никогда быть просителем. Никогда. Надо четко говорить то, что вы хотите, получать опыт, а потом исправлять. Зато это будет ваш опыт. Спасибо.